Тепло ценой в 60 тысяч гривен. В лагере «Ромашка» переселенцы вынуждены обогреваться электрическими приборами. Директор комплекса говорит, государство обещало помочь, однако дальше слов дела не пошло. Были очень яркие примеры этому в течение лета, когда один из чиновников облах администрации, замбаруты, приезжая сюда в свите госпожи Геращенко, фотографируясь с детками, две недели спустя мне в лицо, в глаза, заявил о том, что о «Ромашке» он в принципе никогда ничего не слышал. То есть лицемерию, подлости и гамнявости этих людей предела нет. Несмотря на отсутствие государственной помощи, отопление в лагере все-таки будет. Во всяком случае, так уверяет директор комплекса. Говорит, что работы по установке оборудования ведутся чуть ли не круглосуточно. Дорогое и долгосрочное. Тем не менее, мы в ближайшую неделю вот таки включим. То есть уже полностью спаянные магистрали отопления лежат на земле. Их достаточно пророжить теперь в лоток. То есть это день работы пророжить в лоток, подключить. Я думаю, в течение недели отопление заработает. А пока отопления нет, жильцы лагеря утепляют свое жилье различными способами и греются электрическими приборами. Люди поутепляют буквально так, как вы видите. Вот эти однослойные окна, окна в одно стекло, заклеены пленкой, чтобы получилась воздушная прослойка некая для утепления. И какими-то одеялами завешенные двери утеплены. То есть вот вы видите конденсат, это говорит о том, что там тепло. Конечно, холодно, но у нас батарея вот у меня топится. Вот сегодня измеряли, у нас температуру приходили. Температура и 21, и 19. Но мы батареями греемся. Конечно, света много намотали. Говорят, что-то 60 тысяч или что-ли, 50 чем-то. Без батареи, конечно, холодно. Как бы мы, а вот полили бы костеры, потому что я знаю, что я никому не нужна. Всего в лагере «Ромашка» около 120 жильцов. Это около половины всех необустроенных переселенцев, находящихся в Харькове. Общая же цифра составляет 21 тысячу человек. Очень многие возлагали надежды на то, что за лето все образуется и можно будет вернуться к себе домой. Как показала жизнь, к большому сожалению, этого не произошло. И встала проблема зимнего периода. Учитывая, что у нас нет таких социальных учреждений, которые приспособлены для круглосуточного пребывания людей, нам пришлось принять решение и организовать круглосуточное пребывание людей в наших социальных учреждениях. Для этого мы развернули койки, занялись добычей матрасов, подушек, одеял, постельных принадлежностей, бытовой техники. То есть все то, что необходимо людям для нормальной жизни. На сегодняшний день у нас практически все есть. У нас развернуто 120 коек. Сегодня на них проживает 75 человек. Всего более 250 человек уже воспользовались услугами, возможности у нас какой-то промежуток времени побыть. Как поясняет Горбунова Рубан, эти центры изначально должны были иметь транзитный характер. То есть переселенцам предоставлялась возможность освоиться, прийти в себя, а после принять решение, как жить дальше. То ли искать работу и оставаться в Харькове, то ли ехать в другой город. Практика показала, что у нас сформировалась целая группа людей, которые уже проживают 2 и 3, и некоторые уже 4 месяц живут, потому что ехать некуда, ехать не за что. Помимо государственных центров, есть в городе и несколько частных, которые размещают у себя гостей по собственному желанию. Среди них и ромашка. Да, я знаю, что в гостиницах частных людей принимают, наша база ромашка людей принимает, делают такие временные гостиничные условия. В департаменте поясняют, эти организации коммерческие, а значит тарифы у них соответствующие, и пока что каких-то поблажек государство оказывать им не планирует. Таких государственных решений пока нет. Электричеством у нас в стране торгует компания, которая на более чем 50% принадлежит государству. То есть по сути государственная компания. Так вот государство, не будучи в состоянии принять закон о переселенцах, назначить какие-то субсидии, еще чего-то, оно даже не в состоянии изменить нам тариф на электроэнергию с коммерческого там по рубль 60 с чем-то на 30 с чем-то копеек для обычных потребителей, как мы все с вами платим на себя в городе. Даже это они не в состоянии были сделать. У нас есть на этот счет официальный ответ, что мы этого сделать не можем по той-то причине. Помогать частным структурам государство действительно не планирует. Во всяком случае, пока что в Раде не зарегистрирован даже соответствующий законопроект. Пока что речь идет лишь о помощи только переселенцам. Принятый на днях закон должен обеспечить надлежащие условия социальной адаптации, обеспечение временным жильем, содействие в трудоустройстве и продолжение получения переселенцами образования.